Всем привет! Ты находишься на канале ZEVGAMING, а с тобой, как всегда, Александр. Сегодня мы с тобой поговорим об обновлении 0.8.0 для калибра. Это очень интересное обновление, которое привносит в игру очень много качественных и приятных изменений, как в стрельбе, так же и в игровых механиках. Будут переработаны оперативники, будут добавлены новые оперативники, также по заявлению разработчиков будет добавлен паркур, то есть реально ждет очень много нововведений. Если ты сегодня смотришь этот видеоролик, то есть 16 числа с утра, например, то обновление выйдет, точнее его загрузят с 9.30 до 12.30. Это будут технические работы проходить и, соответственно, после этого времени мы сможем скачать это обновление, которое ждут очень многие и, соответственно, пойти играть и смотреть эти изменения. В общем, об этих изменениях мы сегодня с тобой чуть-чуть поговорим, сейчас точнее поговорим, чтобы ты был в курсе дела вообще, что обновят и как это будет теперь работать, потому что там, на самом деле, пройдет очень качественно, точнее они произведут очень качественную работу или даже перекалибровку урона и урона как по здоровью оперативники, так и по броне. То есть сейчас будет все работать достаточно очень интересно и качественно, также там будет изменен урон по голове, но об этом чуть позже, но поподробнее мы с тобой, конечно же, это обсудим. А теперь что еще хотел сказать, что я сразу тебе говорю, что я только начал играть в эту игру. Игра очень интересная, я следил за ней еще с закрытых бета-тестирований, но особо как-то не проявлял желание в нее играть и не подавал заявку, поэтому я не играл. То есть я начал играть только-только вот сейчас, купил свой первый оперативник, мне там посоветовали в дискорде. Ребята, которые играют, кстати, если ты хочешь играть в пати, в тиме, то обязательно подписывайся на канал, переходи в дискорд и, соответственно, мы с тобой скопилируемся и сыграем. Вот. Также еще раз хотел сказать, что всю вот эту информацию, которую я сейчас буду тебе рассказывать, это, конечно же, все взято с официальных ресурсов, именно разработчиков, поэтому конкретно что-то именно новое, прям то, что ты нигде не слышал, конечно же, я не буду говорить, потому что я еще, как я тебе сказал, только-только начал изучать эту игру, поэтому если тебе будет интересно вместе со мной изучать, вместе со мной, так сказать, прокачиваться, подниматься, наращивать скилл, вместе играть, то, конечно же, жду тебя на канале и пиши в комментариях, потому что это очень важно и я буду понимать, что ты заинтересован в этой игре, что у меня на канале эта игра была. И, соответственно, будет стрим. Сегодня, да, будет стрим. После выхода обновления, опять же, если ты смотришь именно конкретно сегодня, 16 сентября. Значит, вечером будет стрим, точно не знаю, но на канале появится информация о трансляции, поэтому не пропусти, ставь сразу лукасик, отмечайся, что придешь, так я пойму, что нас ждет много людей этого стрима по калибру после обновления 0.8.0. В общем, погнали разбираться, что же добавят в этом обновлении. Как заявляют разработчики, то они изменят механику работы брони и урона. Теперь, соответственно, нам разбираться будет намного легче с этим. И, в принципе, они показали очень качественное видео у себя на сайте и, соответственно, на гифках показали, как конкретно сейчас будет работать все это дело. И, на самом деле, очень изменения хорошие, как для пвп-сражений, так и для пвп. Но, по факту, эти изменения больше нам, точнее, не больше, а важны именно для пвп-сражений. Итак, в новой версии броня представляет собой дополнительное здоровье с весами урона в виде бронепробития. То есть, что это значит? Соответственно, если мы стреляем оперативником, и у нас, например, у оперативника остается там, не знаю, 40 здоровья и 10 брони. И, соответственно, у нас пробитие, например, тоже где-то примерно 50, то, соответственно, мы убьем оперативника. То есть, броня будет все так же уходить, как и здоровье пропорционально урону получаемому. То есть, на самом деле, это очень классное изменение. И, в принципе, нам высчитывать по оружию будет намного проще. То есть, зная, какой у нас урон и какое пробитие у оружия, мы сможем легко вычислить, как мы вообще будем убивать с этого оружия. То есть, если у нас пробитие у пушки 20 и урон, например, 50, да? Ну, это грубо говоря. То есть, там, соответственно, цифры совершенно другие будут. Ну, я, к примеру, говорю, чтобы было проще усвоить. И, соответственно, если у нашего врага 20 единиц брони осталось и 50, те же самые 50 единиц здоровья, то выстрелом точно мы его, соответственно, убиваем. Но что самое интересное, на что стоит нам обратить внимание и реально поблагодарить за это разработчиков, это то, что они очень сильно понерфят, ну, или исправят даже, точнее, урон по головам. Что это значит? Что если раньше мы, когда стреляли в оперативника, у которого находится шлем на голове, то, соответственно, мы ему наносили меньше урона. То есть, считалось, как бы у него стоит броня. Но если оперативник, например, обычный, без шлема, то, соответственно, по нему урон проходил увеличенный. Теперь шлем не будет вообще учитываться никак в этом уроне. То есть, что без шлема, что со шлемом. Они объяснили это тем, что нам так будет удобнее, чтобы мы не конкретно не привязывались, да, к оперативников, у которых шлема есть. И плюс, для них это плюс, что они смогут больше различных скинов делать интересных и бойцов придумывать. То есть, без шлема, со шлемом, не будет от этого ничего зависеть. И, соответственно, что еще хотелось, конечно же, поговорить по поводу шлема и брони, чтобы ты понимал вообще, в чем тут взаимосвязь и как это повлияет на нас. То есть, к примеру, у тебя оперативник без шлема. Вот твоего врага оперативник со шлемом. У вас оружие одинаковое, да, то есть одинаковое оружие. По урону, именно по урону и пробиваемость. Если вы друг друга зажмете в голову, то есть ты на скилле, он на скилле, то он, соответственно, тебя быстрее убьет. Потому что у тебя идет очень увеличенный замах по голове, так как у тебя нет шлема. У тебя, соответственно, будет меньше, поэтому ты даже можешь зажать первым, но не убить. Это очень важное изменение и я, соответственно, очень благодарен за это разработчикам. Теперь, следующее. Урон по рукам. Здесь тоже очень интересные изменения и получается, что теперь, если пуля, поразившая руку на вылет, то есть, да, насквозь, прострелит руку, нанесет 20% меньше урона. Почему меньше, я так и не понял, потому что, возможно, из-за того, что типа якобы на вылет, и в реале это очень серьезное ранение, хотя, наоборот, если пуля остается, ну, не суть важна. Нас интересует другое, что если рука будет находиться перед телом, то есть не сбоку, например, да, и ты попадешь, и пуля пролетит, и будет меньше урона. То есть, куда это трудно вообще они хотят деть? Они хотят более, то ли физику, что ли, улучшить, то ли более реалистичную, что ли, сделать физику. То есть, если рука перед телом находится, и, соответственно, пуля проходит на вылет, то эта пуля 20% урона наносит уже в тело. Соответственно, это тоже очень прикольная такая вот механика, которую добавили в игру. То есть, она достаточно интересная. То есть, по факту, да, 20% урона пропадает, но при этом, если рука нашего противника находится именно перед телом, то, соответственно, 20% эти уходят в тело. То есть, все нормально, все отлично. Теперь, какие еще поправки будут? Поправки будут с передвижением конкретно паркур. То есть, как ты знаешь, сейчас паркур очень такой посредственный, то есть, через конкретно только можно преграды перейти. Я надеюсь, что вот это вот улучшение паркура точно не показывали разработчики, как именно они улучшат паркур. Но если паркур будет через многие другие объекты, то есть, мы можем сбираться куда-то, то есть, не только по лестнице, а именно с помощью паркура и, соответственно, перебираться как-то через другие препятствия, не только, которые вот стандартные, где подошел, там вот пробел появился, а еще через какие-то другие. Будет, конечно, интересно. Но что хочется именно конкретно в систему паркура добавить, даже не в паркуру, но хотя можно считать это к паркуру, потому что это механика работы с препятствиями. То есть, чтобы мы не просто подходили к препятствию и становились, ну, просто приседали и все. А чтобы мы становились в стойку, то есть, мы прижимались к этому препятствию, это на самом деле было бы очень-очень крутое дополнение к физике игровой. Потому что порой достаточно неудобно так вот стрелять. То есть, ты становишься просто, пригинаешься, и ты не можешь понять, то ли ты в защите, то ли ты не в защите. То есть, ты довольно, ну, то есть, тебе хватит этого укрытия, чтобы по тебе не попали в голову или не хватит. Следующее. О чем еще стоит мне тебе рассказать? Это значительно изменилась механика действия способности черной метки. У штурмовика СЛ Корсара. Способность теперь активируется разовая, имеет фиксированную продолжительность действия. Как она до этого работала, я сказать не могу, к сожалению, потому что, как я тебе сказал в начале видеоролика, сразу предупредил, что я только начал играть, но есть такое замечание, и я тебе о нем говорю. Одно попадание по противнику во время действий способностей накладывается на него те же эффекты, что и раньше. Метка, блокировка, лечение и щита. Но длятся они 10 секунд. Это вот как именно сейчас будет работать вот эта вот способность черной метки. Эффекты можно наложить на нескольких противников. То есть, не на одного, а на несколько. То есть, ты, пвп достаточно это прикольно будет. То есть, ты по нескольким раздал, и на них метка. Но 10 секунд. Эффекты можно, так, это наложить, это я тебе сказал. Дым прекращает действие эффектов, но их можно наложить повторно. То есть, если, я не понял, кстати, по поводу дыма. То есть, если дым ты кинул, у тебя эффекты удалились, и потом ты их можешь снова. Ну, снова это, понятное дело, да? То есть, если у противника этот эффект ушел, ты выстрелил, и снова у него этот эффект на него наложил. Прикольно работает, но нужно это, не нужно. В лучшую, в худшую сторону эти изменения. Ты мне напиши об этом. Потому что я тебе еще раз говорю, что я реально только начал играть. Я вообще не понимаю, что это за метка, и что это за оперативник. Но я обязательно, обязательно буду играть в эту игру, и прокачиваться, и покупать тех оперативников, и смотреть. Если ты точно знаешь, что мне некоторых вообще не стоит делать обзор, да, и рассказывать про них, и не прокачивать, вообще не стоит заморачиваться, ты мне напиши об этом в комментариях. Потому что я только-только пришел в эту игру, и надеюсь, что ты мне будешь, естественно, подсказывать, помогать, и мы вместе с тобой будем играть. Вот. И еще, что отмечают разработчики, прям очень важным текстом, что многих порадует поправка Арчера. Теперь пуля мод .95 летит намного быстрее, а на рывок расходуется меньше выносливости. То есть это изменение оперативников. Кстати, по поводу оперативников, то изменения по оперативникам коснутся очень многих оперативников. Плюс, плюс, добавит новых оперативников. Но, что лично я жду, это, конечно же, урон. Урон это очень серьезная тема в этой игре, потому что в ПВП очень сильно я замечал, что практически многие бегают с касками. И, соответственно, когда ты возьмешь какого-нибудь рекрута, потому что рекруты там есть без касок. И, соответственно, если ты только пришел в игру, то тебе будет сложно стреляться в ПВП против чуваков, которые скины, потому что в скинах в основном везде шлема есть. А вот у ректоров обычные маски. Поэтому это изменение очень сильно поможет новичкам. В принципе, это все, что касаемо обновления. Конкретно то, что рассказали разработчики. Нет, они, конечно, по видео рассказывали очень многое, но это то, что вот они выложили на сайте. Есть официальная информация. Про паркур я видел, не помню, где в Твиттере или ВКонтакте я видел про паркур, что будет добавлен паркур. Ну, точнее, изменен, потому что как таковой, конечно, паркур есть. Хотя паркуром это сложно назвать, потому что паркур это какое-то прям хорошее преодоление препятствий. А у нас там просто перелазили через маленькие препятствия типа ящиков. Вот. На этом все. Благодарю тебя за просмотр данного видеоролика. Не забывай подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новых видеороликов. Обязательно отмечай этот видеоролик лайком. Так я пойму, что ты заинтересован в игре Калибр. Она тебе нравится. И мне стоит более детально подходить к изучению данной игры. То есть изучать ее механику, изучать оперативников, изучать вообще самих разработчиков. То есть какие они новости готовят, что они делают, как они это делают. И тебе выдавать полезную информацию. Возможно, этот ролик получился долгим, но я не хотел спешить. И, в принципе, все тебе подробно рассказать, чтобы и я не запутался нигде, потому что я многих-многих механик не знаю в этой игре. И тебе было приятно слушать. В общем, всего тебе хорошего. Ждем обновления. Жду тебя в игре. Не забудь зайти сегодня на стрим. Будет у нас стримчик. Такой вот лайтовенький. Может на часик, может на полтора. Посмотрим все о твоей активности. Приходи, приводи друзей. Будет реально весело. Все, все у тебя хорошего. И до встречи в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok